В Дубосарах по случаю 15-летия партии обновления чествовали лучших партийцев и волонтеров. Дубосарское отделение называют одним из самых активных, продолжит Ирина Руснака. Неравнодушные, активные, готовые откликнуться на любую беду. Это все про дубосарских обновленцев. Нагрудный знак за заслуги перед обществом получили 12 активистов обновления. Про свою работу в партии они говорят, хотим быть полезными стране и обществу. Среди награжденных Антонина. Когда-то здесь в обновлении помогли ей. Теперь женщина помогает другим. Получился перелом в жизни, тяжелый момент. Мне посоветовали обратиться за помощью. Мне помогли немножко. Почему я решила еще остаться? Для меня общение с людьми. Я много общаюсь с людьми, познакомилась в городе. Даже те же, которые проходят мероприятия. Это как жизнь для меня. Я просто человек одинокий, знаете. И поэтому я вот, как бы, сказать творческий человек, нет. Но вот движение где-то, да, мне это увлекает, привлекает. Я готова сама помогать. Вот я всегда готова на телефоне. Таких инициативных и готовых помогать в дубосарском обновлении больше 250 человек. Именно дубосарское отделение в свое время стало первым районным представительством партии. Многие проекты, которые впервые запустили в дубосарах, позже стали республиканскими. Среди самых свежих примеров акция «Спасибо медикам», когда публиковали фотографии врачей из красной зоны. А в их адрес звучали слова благодарности. Действительно, дубосарская территориальная организация является одной из лучших. И так, как проходят мероприятия и по активности, и по патриотизму, объединила партия всех, у кого есть огромное желание сделать жизнь людей лучше, сделать страну нашей сильнее, сделать все для того, чтобы молодежь отсюда не уезжала. И, конечно, решать те проблемы злободневные, которые касаются людей. Я хочу поблагодарить вас за активность, хочу поблагодарить вас за позицию, за то, что вы все эти годы рядом с нами делали большое настоящее дело. В пандемию активисты разносили продукты и лекарства пенсионерам. В дубосарском отделении, кроме того, придумали и запустили 4 интернет-проекта. Это и бессмертный полк онлайн, и акция «Фронтовое письмо». Мы провели онлайн-акцию «Читаем вместе о войне», в которой присоединились школьники не только Приднестровья, но в том числе и России. У нас функционирует проект региональный «Наш город» и проект «Историческая память». И мы хотим как можно больше сохранить историческое наследие нашего города, передать его молодежи. Поэтому мы стараемся подключать к этому много молодежи и задействовать их в непосредственном процессе. Совсем скоро в этих и других проектах дубосарского обновления будут участвовать еще больше людей. Партийные билеты получили еще пять человек. Ирина Руснака и Виктор Гирля, ТСВ.